Великой страны в экономике Сегодня второе занятие по современному Китаю Нам приходится полагаться на работы наших отечественных специалистов Среди которых единодушия в этом вопросе нет Взгляды отдельных авторов отличаются от общепринятых взглядов марксистов-ленинцев К отдельным выводам и применимости китайского пути к нашим российским условиям Приходится отнестись с осторожностью Также и потому, что национальные особенности китайского народа Отличаются от особенностей русского народа Вместе с тем успехи в развитии Китая требуют внимательно подойти китайской специфике К их пути сохранения социалистического строя Прежде всего, Китай достиг успеха в развитии своих производительных сил Для их развития руководство страны посчитало необходимым вернуться к частной собственности Этому было дано такое объяснение Сознание тружеников еще не доросло до понимания роли общественной собственности И для усиления трудовой мотивации С целью создания могучих производительных сил Стал неизбежным возврат к отношениям частной собственности Ущерб, который при этом наносится социальному равенству в стране, признается Но интересы экономического развития прежде всего Для окончательного выбора пути Руководство страны пошло на создание специальных экономических зон В которые привлекались иностранные частные инвестиции На 70% инвестиции эти были обеспечены этническими китайцами Хуачао из Гонконга и Макао С выбором окончательного решения не торопились С 1978 года, когда началась реформа, до 1992 года У руководства оставались сомнения Надо ли переходить на рынок Развал СССР вызывал тревогу за судьбу социализма и в Китае Для окончательного решения руководитель реформ Дэн Сяопин Предпринял поездку город Шэньчжэнь в одну из созданных экономических зон Через месяц изучение дел на месте Дэн укрепился в решении ускорить рыночные реформы Он предложил ответить на вопросы Способствует ли реформ развитию производительных сил Повышению уровня жизни населения И укреплению мощи государства Ответ на эти вопросы был положительный Сравнение Шэньчжэня с районами, где рынка не было Оказалось в его пользу Что послужило основой для распространения рыночной реформы по всей стране Главная производительная сила Китая Его великий народ Население страны В конце 2020 года Составило 1 миллиард 412 миллионов человек С многолюдием связана дешевизна рабочей силы В 80-е годы ее стоимость была в 26-30 раз ниже, чем в Японии Что привлекало в Китай иностранные капиталы Для создания производств, не требующих высокой квалификации Производств для изготовления одежды и обуви На ускоренное создание рабочих мест давила массовая безработица Голодные крестьяне рвались в города Стремясь избавиться от выплаты пособий по безработице Государство допустило частное производство Дело в том, что в то время как Ежегодно в города из деревни Прибывало 10-15 миллионов человек Которых нужно было обеспечить жильем, транспортом, образованием, медициной И рабочими местами Государство способно было обеспечить всем этим только 3 миллиона 800 тысяч человек А остальных пришлось обеспечить частному сектору В стране шла бурная урбанизация Процент городских жителей вырос с 20% в 70-х годах До 60% в настоящее время Урбанизация означала рост производительных сил Поскольку вчерашний крестьянин так или иначе получал в городе производственную профессию И его производительная ценность росла Конечно, в процессе урбанизации проблем хватало Крестьяне с трудом осваивали городские рабочие места И дефицит квалифицированных рабочих достигал 30 миллионов человек Нехватке рабочей силы способствовала длительная практика ограничения рождаемости Одна семья – один ребенок С нехваткой специалистов шла борьба Была создана крупнейшая в мире система профподготовки Как правило, поиск работы китаец начинает после получения 9-летнего базового образования Техническое совершенствование рабочих всячески поддерживается Особое внимание обращено на подготовку высоко квалифицированных специалистов и инженеров На их обеспечение кадрами высшей школы А клад профессора университета, считая на рубли выше, 200 тысяч рублей Уже говорилось, что Китай впереди по созданию промышленных роботов Нехватка собственной рабочей силы возмещается привлечением специалистов из-за рубежа И созданием производства в других странах Не будем забывать о национальных способностях китайских рабочих Их трудолюбие, их способность к монотонному, однообразному труду Обеспечивает прочное первенство Китая В массовой, малоквалифицированном, трудоемком производстве Современная экономика Китая включает общественные частные сектора Это смешанная экономика К концу 2010 года на 42 миллионах частных предприятий работало 180 миллионов человек А на предприятиях госсектора только 65 миллионов, почти втрое меньше Предприятий с иностранным участием в Китае более полумиллиона И они созданы за счет вложения полутора триллионов долларов иностранных капиталов Численность наемных рабочих на одном предприятии не ограничена Что создает возможности для концентрации капиталов К чему и стремится капитализм Где же капиталисты взяли первоначальный капитал? На этот вопрос позволяет ответить конкретный следующий пример В 1979 году в Шанхае была организована патриотическая строительная компания Ее первоначальный капитал сложился из денежных средств Которые ранее были конфискованы у шанхайской буржуазии Но в начале 70-х были ей возвращены частный характер Компании Властями скрывался Она создавалась как якобы коллективное предприятие В Китае эта маскировка называлась «красная шапка» Вкладчики этой компании получали дивиденд на вложенный капитал А при участии в управлении повышенную заработную плату Весь управляющий персонал подбирался из бывшей национальной буржуазии Из ее детей После создания менее чем за год Компания разрослась Количество инвесторов перевалило за тысячу Помимо строительства на продажу домов в Шанхае Компания приступила к созданию других Так называемых коллективно-частных предприятий Часового и машиностроительного заводов И многих других предприятий Руководители КПК Назвали учреждения этой компании Конкретным революционным действием Предпринятым шанхайскими промышленниками При этом утверждалось Что после начисления прибыли Все доходы компании Включаются в накопление страны В связи с чем компания характеризовалась Как предприятие социалистического типа Предприятие впервые участвующих В социалистическом строительстве В качестве тружеников Можно видеть лицемерие В этой характеристике Через год Впрочем Уже открыто сообщалось Что часть прибыли Остается у этих якобы Социалистических тружеников Чем признавалось Что пайщики компании Принимают долевое участие В прибылях Есть много других примеров Возникновения Подобных частных компаний При этом характерно Стремление властей страны Скрыть Явно Капиталистический характер Этих компаний Вот интересен и такой факт В начале 90-х годов Реальная численность предприятий Национального капитала Официальная статистика Занижала в 3-5 раз Зачем? Ну предположим Что скрытность Проявлялась и для Дезинформации Властями Своего собственного народа Хотя эта скрытность Является чертой Национального характера Проблемой остается Низкая трудовая Мотивация Мотивация Рабочих госпредприятий Для повышения мотивации Власти предложили Акционирование Госсобственность При этом они ссылаются На Маркса Который здесь считал Что в акционерной форме Капитал получает Форму общественного капитала И его предприятия Выступают как общественные Здесь приходится Опять вспомнить О национальной черте Китайцев Стремление Обязательно Сохранить Достойное Приличное Лицо Как же Сам Маркс Считал Акционерный Капитал Общественным Думается Однако Что этот вопрос Не так прост Ревизионисты Такие как Эдуард Бернштейн Истолковывали Маркса Так Что путем Распространения Акций Можно якобы Капитализм Превратить В социализм Коммунисты Давно Это утверждение Осудили Исследователь Китайского Социализма Пивоварова Согласна Что с помощью Акционирования Достигается Прямая Заинтересованность Рабочих В результатах Деятельности Госпредприятий Однако Это ее Суждение Не подкреплено Практическими Результатами Пока Подтверждения Нет Считать Проблему Мотивации Рабочих Госсобственности Решенной Нельзя Каковы же Социальные Последствия Сорока С лишним Лет Рыночной Реформы Экономики Китая Можно Видеть Что Имущественное Расслоение В китайском Обществе Растет Разница Доходов На селе Составляет Один К шести В городе Один К четырем Все Заметнее Становится Нагрузка На семейный Бюджет Трудящихся Из-за Замены Прежде Бесплатных Социальных Благ Далевым Участием В оплате Жилья Медобслуживания И образования В народе Чувствуется Ностальгия По временам Когда Имелись Гарантии На труд И Соц Обеспечение Однако Поскольку Разница В затратах На питание Не более Двух Раз Доход Простого Человека Позволяет Ему Прилично Жить И питаться Поскольку Уровень Социальных Претензий Рядового Китайца Невысок То То Даже При Большом Социальном Расслоении Проявления Массового Недовольства В стране Нет Подводя Итог Сказанному Придется Воздержаться От Однозначной Оценки Происходящего В Китае Вместе С тем Нужно Видеть Что Применение Капитализма Там Возникло Как следствие Полной Утраты Социализма В России Как следствие Кризиса Мирового Социализма Успехи Же Этой Великой Страны В экономике Рост Ее Могущества Требует Нашего Пристального Внимания Изучения И Безусловно Требует Нашего Уважения Спасибо За внимание Редактор субтитров Корректор А.Егорова